Добрый день! На канале НЕКСТ ТВ мы представляем новый проект Эспрессо. Это будет моя авторская программа. И сегодня у нас в гостях глава миссии ОБСЕ в ДИПЧ, господин Кличевский. Здравствуйте, господин Кличевский. Спасибо большое, во-первых, за то, что вы согласились участвовать. И вы прекрасно говорите по-русски, но одновременно являетесь гражданином Франции. Вот откуда ваши эти корни? Можете кратко рассказать? Я думаю, будет всем интересно. Ну, всем понятно, я думаю, раз я французский и русский, и русский француз. Мои корни связаны с революцией, то есть мои предки вынуждены были покинуть Россию, и они оказались, основались во Франции в 20-х годах. Поэтому я уже представитель русской миграции в третьем поколении. Моя мать родилась во Франции, моему отцу было 4 года, когда его семья сбежала с Петербурга. Гугл выдает, что был Кличевский, который из донских казаков. Это не из этих? Неизвестно, не знаю. Неизвестно. Иначе, ну, русский, конечно, у меня был такое обыкновение детский. Потом я пошел в школу, французский преобладал, но в силу разных обстоятельств, поскольку все-таки русский у нас сохранялся, ну, так получилась судьба, что я выбрал профессию, во-первых, экономиста, потом дипломата. Я оказался в Москве, где служил два раза в советское время, потом в нынешнее время. Также я служил генералом консулом Франции в Петербурге. И еще недавно, ну, лет 10, меньше тому назад, я оказался в Астане. Там я возглавил миссию ОБСЕ. Вот, поэтому я ОБСЕ довольно много знаю. А что же касается таких миссий, по наблюдению за выборами, это моя четвертая миссия. Очень хорошо. Господин Кличевский, вот, кстати, я хочу вас поздравить тоже с днем дипломата. У нас как раз сегодня отмечается день дипломатического работника. Это очень хорошее совпадение. Ну, я должен был тогда и начать с тем, что вы вас должны поблагодарить, что вы поинтересовались. Нет, не только я, мы всегда, и не только при нынешнем президенте, и при Акаеве, и при Бакиве было очень такое, даже, мне кажется, такое очень чрезмерное ожидание от оценки именно миссии ОБСЕ. И вот в этих выборах участвовали много других миссий, но почему-то наши граждане больше ориентированы на то, что скажет именно ваша миссия. Как вы думаете, почему? Я постараюсь на этот вопрос ответить. Вам будет очень быстро, я думаю, быстро убедитесь в том, что именно наш доклад самый такой профессиональный, беспристрастный и точный. Ну, давайте начнем, может быть, с самого начала. Может быть, не все телезрители знают, о чем идут, что собой даже представляет БИЧ и почему мы здесь оказались. А БИЧ, вы знаете, это бюро по демократическим институтам и правам человека. Он был создан лет 20 тому назад в рамках ОБСЕ. Поэтому вот и такое из понятия. ОБСЕ – это как бы головная организация. Есть какие-то подразделения. И было поручено именно вот БИЧ, это здесь на английском, покрывать весь пласт вопросов, связанных с основными так называемыми свободами. Мы здесь находимся тоже в рамках, не случайно, а по приглашению в вашей страны. Такие же миссии проводятся во всех странах участниц, они так называются, в ОБСЕ, во всех странах участницах ОБСЕ. Вы знаете, что в этом году у нас были президентские выборы во Франции. И там же тоже оказалась миссия в другом формате, но оказалась миссия бдича ОБСЕ во время президентских выборов. Значит, мы не случайные. Мы выполняем эту как бы миссию во всех странах ОБСЕ, находимся здесь по приглашению. У нас международная совсем команда. Я сам, значит, вы знаете, уже француз. Мой заместитель, гражданин Германии. У нас сотрудники, представляющие Молдавию, Туркменистан, Белоруссию, Грузию, вот такие. Так что я полагаю, что когда-то тоже будет, пока их, видимо, нет, тоже представители, специалисты из вашей страны, которые будут наблюдать над выборами где-то еще в другой стране ОБСЕ. Мы работаем по очень, по методологии, очень такой, как сказать, научной, я бы сказал. И наши члены этой миссии, они все подавали кандидатуру и назначали, выбирали. И в зависимости от того, какой у них опыт работы по разным вопросам, которые они покрывают. У нас один сотрудник, который покрывает весь пласт так называемых политических вопросов. Он встречался с кое-какими кандидатами, с партиями. Он освещает, вот, все, что связано с избирательной кампанией. Есть у нас юрист, который, естественно, занимается и законодательством, и вопросами, связанными с рассмотрением жалоб, и так далее, и так далее. У нас есть специалистка из Германии, которая занимается СМИ в разных отношениях. Я просто хочу сказать, что это самые такие продвинутые специалисты международного плана характера, которые подключаются к таким миссиям. И они строго придерживаются главной нашей методологии, при которой мы просто не так смотрим, и нам показалось, подумали, что и так, и так. Нет, они очень строго соблюдают наблюдательные принципы, это значит беспристрастность, безусловно. Нас не интересует результат выборов, кто победил, кто не победил, это, собственно, не важно. Мы обсматриваем все вопросы, связанные с избирательным процессом, в плане соответствия или несоответствия к международным стартантерам, с принятым в рамках АБСЕ обязательством и принципом, и, естественно, в плане несоответствия, или даже несоответствия, но это редко бывает, с национальным законодательством. Поэтому довольно всегда получаются такие довольно жесткие суждения или заключения. Я сам, как дипломат, смотрю, как тут со стороны, но это очень, опять-таки, это случается в любое сравнение, только в вашей, потому что действительно есть такие международные стандарты, кто из нас полностью их соблюдает. Не хватает всегда чего-то там, хотелось бы к лучшему тянуться, но иногда, конечно, есть другие моменты, которые нас озабачивают. Господин Кличевский, вот вы сами вспомнили о том, что во Франции были выборы, миссия наблюдателей там была, и в других европейских странах, например, проходят такие же выборы. Но почему-то там такого интереса, на мой взгляд, к результату и отчету миссии в Дичьевой Госсии нет. Они доверяют своей избирательной комиссии и к тем выводам, которые они делают. Почему у нашего общества и у наших так заинтересованных лиц, которые участвуют в выборной кампании, такое сильное ожидание именно от вашего отчета? Ну, я, мне кажется, уже отчасти ответил, потому что у нас экспертиза. То есть международные эксперты, они как-то не вовлечены, у них никаких политических взглядов, особых взглядов нет по поводу такой или такой страны. Они смотрят как доктор, то есть какая там болезнь, как вылечить, что надо сделать, чтобы как-то человек поправился. Они полностью беспристрастны, поэтому они так иногда звучат довольно жестко, я это подчеркнул. Но если мы мило будем улыбаться и говорить, все, раз прошло хорошо, потому что в день выборов у вас была музыка и цветы, как это было место в советское время, это уже никому не нужно. А действительно здесь нужно один из основных принципов, я, может быть, хотел чуть позже его помянуть, но давайте раз так. Самое главное, ну, я потом вам объясню весь процесс после того, как мы завершили свою миссию здесь, но я к тому, что один из основных таких принципов состоит в том, что это, то есть общий принятый принцип в рамках БСЕ, это было принято в Истамбуле, если я помню, в 1999 году, что наблюдение над выборами не является самоцелью. Мы не просто здесь наблюдаем за того, что меня дублят, а самое главное, чтобы продолжить вопрос в свете тех, как бы, и заключений, и главным образом рекомендаций, я к этому вопросу чуть позже вернусь, раз посмотреть, каким образом можно улучшить те или такие моменты. Значит, здесь не имеется в виду, ну, как там учитель наказал, сказал, что там плохо. Нет, здесь очень с такими добрыми желаниями мы подходим, чтобы посмотреть, где можно что и поправить, каким образом. И мы над этим не останавливаемся. Я потороплю сказать, мы сейчас вот через несколько дней заканчиваем нашу миссию здесь. Стоило тоже напомнить, что мы уже находимся здесь с начала сентября, поэтому всем ясно, что нас, естественно, день выборов интересует, мы тоже. Кое-какие моменты тоже отражены в нашем докладе, но это не самое главное. Это тоже принимается в момент. Самое главное, опять-таки, состояние дел по отношению к основным свободам, как мы называем. Значит, после того, как мы завершим нашу миссию здесь, мы продолжим еще, конечно, есть другие рассмотрения жалоб, например, она будет еще продолжаться. И мы приступим, то есть мы уже отчасти приступили к составлению нашего заключительного доклада. Значит, уже основа она есть. Я смотрю, у вас уже есть, значит, наш промежуточный доклад. К этому докладу добавится в конце ряд рекомендаций. Будут рекомендации приоритетные, главные рекомендации, будет список менее главных рекомендаций. В общей сложности, мне кажется, будет от 25 до 30 рекомендаций. Одни будут повторять прежде рекомендации, потому что их не выполнили. Другие, может быть, чуть-чуть прозвучат, их будут написаны несколько иначе. Но с тем еще раз, опять-таки, чтобы из этого извлечь полезное для того, чтобы продвинуться по этому долгому пути на постсоветском пространстве. Господин Кличевский, вот ценность ваших докладов заключается еще и в том, что вы акцентируете не только на технические моменты проведения выборов, но и на политические какие-то решения, которые могут повлиять на результаты этих выборов. В частности, вы тут пишете в этом докладе, что иски о защите чести и достоинства в отношении СМИ со стороны президентов негативно повлияли на общественные дебаты и привели к самоцензуре среди журналистов. В то же время в этом докладе еще упоминается об аресте не только Сапанова, я говорю, а человека, который поддерживал оппозиционного альтернативного кандидата. Это тоже влияет на результат выборов. Ну, я думаю, все ясно. Если вы играете в футбол, у вас две команды. Одной командой там прицепили какой-то булыжник, причем судья постоянно не сбалансирована к одной из этих команд, поэтому у вас, естественно, никакой речи не может идти о том, что вот справедливо все провелось. Я все-таки хочу обратить ваше внимание на то, что здесь, опять-таки, наши международные эксперты как бы обратили внимание на вот этот закон не из-за того, что это касалось президента в данном случае, просто из-за того, что он не соответствует международным стандартам. Особенно важно в таких странах, как Кыргызстан, то есть это относится к всем странам постсоветского пространства. Я думаю, что всем известно, но, может быть, не совсем известно, что у вас очень сильна исполнительная власть. Это по традиции. В советское время даже не было никаких споров. Тот, кого возглавлял ЦК, он владел всеми полномочиями. Естественно, из-за дня в день, после 20-25 лет, еще со дня независимости, кое-что еще осталось. Поэтому у вас еще осталось законодательство, которое еще дольше, исполнительная власть уже имеет много возможностей, и причем еще законодательство защищает тех, кто находится во власти. А если оглянуться на историю, я экономист, я не юрист, но все-таки вы знаете, что в западных демократических странах наше законодательство, наоборот, начиная с АБАС-корпуса в XVI веке Великобритании и продолжая с кодексом Наполеона 1804 года, наоборот, все построено законодательство на том, чтобы защитить гражданина, индивидуума против тенденций, конечно, людей, которые во власти, которые, конечно, но это есть такой человек, он человек, и он, скорее всего, преклонен, как бы, ну, расширять свои полномочия, в ушверк свободу человека. Поэтому надо как-то перестроиться постепенно и приступить к вот более таким подходам, более демократическим подходам, при котором давление на население, тем более давление на журналистов, не позволялось. Вы в начале интервью сказали о том, что, в принципе, все относительно, то есть нету идеала, но мы должны к этому стремиться. И Вы об этом в предыдущих интервью для других изданий об этом подчеркиваете и говорите. Вот в связи с этим вопрос. Миссия Абди и Пчо БСЕ, она проводит наблюдение на всех важных, на всех президентских и парламентских выборов в Кыргызстане. Если сравнить то, что было раньше, в 2011 году, в 2009 году, в 2005 году, вот Ваша оценка, мы продвигаемся вперед или все-таки нет? Вот если так не углубляем детали, но вот... Я уже Вам сказал, что мы совсем беспристрастны и как бы оцениваем объективно ту ситуацию, которую мы наблюдаем. И опять-таки в связи с этой методологией нам как бы запрещено, мы не сравниваем. Мы не сравним с другими странами, не сравним с предыдущими какими-то другими выборами. Но, естественно, поскольку этот политический элемент, он все-таки где-то присущ, и Вы обратили внимание на первый параграф нашего доклада, здесь надо Вам объяснить, объяснить телезрителям, что к одним выборам к нам присоединяются делегации парламентариев. К нам присоединились порядка 80 представителей парламента АБСЕ, парламентской ассамблеи АБСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента. Естественно, они как-то по-другому оценивают, причем они только на 2-3 дня сюда приезжают, а мы уже 2 месяца здесь находимся. То есть, в результате чуть-чуть здесь не различается, и, естественно, Вы заметили вот с первых слов нашего доклада, что здесь присущ такой политический элемент, который, естественно, принимает во внимание продвижение, то есть не только снимок, это фотография, это уже фильм. Есть кое-какой, конечно, элемент, как бы, ну, более политического характера, принимается во внимание особый, Вы об этом знаете, профиль Кыргызской Републики в этом регионе, в Центральной Азии, а принимается во внимание, что со времен Вашей независимости Вы уже несколько раз меняли политическую власть, не всегда мирным путем, но меняли, и в последнее время, естественно, предыдущий, то есть нынешний президент был назначен с результаты выборов и собирается передать свои полномочия 1 декабря другому президенту, также назначенному после выборов. Так что это, естественно, само собой разумеется, есть кое-какие моменты, которые нас всех обнадеживают и дают, как бы, возможность первым очередем Вашей стране, ну, я бы сказал, и тоже и нам, и международному сообществу. Здесь много, опять-таки, много было представителей, значит, парламентарий разных стран, здесь даже и была сама директорша ГДИЧа, то есть общественный и международный интерес к Вашей стране, он очевиден. И вот все эти такие моменты дают нам надежду и, как бы, основу для того, чтобы, как-то, пройдя это демократическое испытание, что каждая, каждая, как бы, каждые выборы, это какого-то своего рода демократическое испытание. Чтобы как-то положительно смотреть, имея в виду, это очень важно, я думаю, всем это понятно, что выборы, опять-таки, это не только вот то, что происходит в один прекрасный день, в воскресенье, это момент, который позволяет стране приобрести более стабильности, более справедливости и в результате более, ну, процветания. Поэтому, если я могу себе позволить, действительно, я с такими пожеланиями хотел бы обратиться к Вашим телезрителям, чтобы вот в итоге этого момента, важного для страны, включая вот такого демократического процесса, действительно было понятно, что это в пользу вот более стабильной стране, более процветающей, более, как бы, справедливой. Это очень важный момент, именно на мой взгляд. Надо с этой стороны, мне кажется, вопросов сказать. Я почему-то спрашиваю о динамике, каким образом улучшается или ухудшается избирательный процесс. В том смысле, что, когда нас сравнивают в территориальном смысле, мы всегда оказываемся в более выгодном положении. Вы сами работали главой миссии ОБСЕ в Алматы, да? Если я не ошибаюсь. В Астане. В Астане, да. И вы прекрасно понимаете, насколько, как бы мы там не уходили назад в плане демократизации процессов, да? Мы все равно будем на фоне Казахстана, Узбекистана в лучшем положении, чем сейчас. Да, но это удобно, конечно. Но, опять-таки, все-таки, вы и ваша страна, как и моя, мы являемся, как бы, можно так сказать, членами клуба. В рамках этого клуба мы взяли с вами ряд обязательств. Надо к ним приступить, надо их постепенно. Мы понимаем, что это не заняв день получится, но здесь все-таки желаемо иметь, ну, проявлять некую политическую волю, чтобы постепенно вот выполнять эти обязательства, которые были приняты уже 20 лет назад. Мы очень также четко, ну, другой глава миссии, там, в прошлых выборах, они формулировали предложения. Я в некоторых, в нескольких местах увидел и прочитал, что говорится, что эти предложения не были приняты во внимание. В плане, например, тайное голосование, в плане того, что там не совсем хорошо и правильно ведется агитационная кампания, ну, и многие другие вещи. Вы думаете, вот эти предложения, они, то есть, эта работа должна продолжаться? Вы все-таки надеетесь, что эти предложения к следующим выборам, они будут, эти выполнены, и вот ваши предложения будут приняты? Я себе представляю, конечно, что это еще раз, не из-за дня в день получится. Понимаете, все эти моменты не только зависят, опять-таки, не зависят только от власти, они зависят тоже от гражданского общества, граждане, они тоже, как бы, отвечают за то, что не совсем так проводятся выборы, как надо было бы. Вы обратили внимание на тайность голосования? Действительно, я сам даже удивился, я думаю, что такого не встречу, не увижу. Это действительно очень важный момент. Я знаю, в нашей стране и в многих странах тайна голосования это золотой закон, золотой принцип. Даже есть теми, в которых никто не знает, кто за кого голосовал, потому что это действительно это твердое такое убеждение человека, который в последний момент, он приходит в участок и решает, у него этот бюллетен, как его называют? Бюллетен. Бюллетен, именно, да. И это его как-то право, он должен, он уполномочен давать свой голос тому или другому такой или такой партии, и от него зависит как бы страна. Потому что вы, или иначе вы оказываетесь в какой-то машине или в автобусе, и водитель ноль внимания, обращает на вас, вы сидите, вы не знаете, куда вы едете, а у вас другие планы, другое предпочтение. Если об этом никто не знает, тогда уже не кого-то интересует, а гражданское общество должно как бы крепнуть и выражаться, выражать свое мнение и не только во время выборов, конечно, через СМИ, через, вот, через дебаты такие. Это очень важно, чтобы считались народом, а то получается, что, ну, несоответствие между тем, что вот политики, которые во власти решают, и тем, что является предпочтением избирателей. Ну и в конце нашей беседы, господин Кличевский, я бы хотел, чтобы вы на основании того отчета, которого вы сделали, свои замечания и предложения, вот самые основные, повторили, что необходимо, на мой взгляд, необходимо сделать для улучшения избирательного процесса. Я вам сказал, я быстро пробегу, Маша, я вам сказал, у нас порядка будет 30 рекомендаций по разным таким вопросам. Что же касается... Ну, в качестве негативных моментов, которые есть... Если вот, чтобы не забыть, одна у нас будет такая ключевая рекомендация, которая будет относиться к одним выбором, к 15-му, это касается тайности голосования. Это очень важный момент. Нам много раз сказали о том, что вот у нас сканеры, там новая технология, хорошо, но в конце концов избиратель избирает, а не сканеры. Это главное будет. Потом, что же касается основных свобод, главная статья, там несколько будет рекомендаций, это вас не удивит, она будет касаться свободы СМИ, свобода слова, свободу... И профессионализм, отчасти тоже, чтобы журналисты как бы не стеснялись и могли докладывать. Возьмите только один пример, радостный, кстати. Были организованы, в конце концов, поздно, где-то 28-го или 29-го сентября, дебаты на телевидении. Ну, дебаты это сильное слово, потому что, когда каждый по очереди выступает, это не совсем... Я не так понимаю дебаты. Ну, кое-где состоялись дебаты. Это неплохо. Ну, поверьте мне, наши... Вокруг себя я узнал, то есть увидел людей, которые здесь постоянно живут, которые интересуются как бы, ну, общественной и политической жизнью, они открыли впервые на себя, для себя того или такого или иного кандидата. То есть, в течение года они не слышали об этих людей. Ну, другое дело, что еще у вас политические партии не очень-то образовались, у вас порядка, мне кажется, 250 политических партий, что мне непонятно, потому что я не вижу, какие могут быть программы. 250 политических программ? Нет, такого не будет. Ну, я себе представляю, что не созрело еще время, когда будут более такие крепкие, сильные политические партии. Но дело в том, что, да, избиратель вдруг узнает о существовании такого и такого кандидата. До сих пор ему представляют только там две личности. Значит, это очень слабое звено. Надо проявлять профессионализм, надо, чтобы журналисты не являлись каким-то рупором просто официальных каких-то пресс-служб, а чтобы они сами писали, что им кажется, что вот. Это главный момент. Потом, важный такой тоже момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, это вмешательство и чрезмерное присутствие государственных структур, порой тоже официальных лиц, представляющих исполнительную власть, и в том числе спецслужб, что тоже нас удивляет. Такого я никогда не видел, не видим в других государствах. есть то, что вот это 200 вопросов, но это как бы в последствии того, что я только что рассказал, обыкновенно, как я теперь называю, это тройка, это значит злоупотребение административным ресурсом, подкуп голосов и как называется, давление и запугывание избирателей. Ну, это ясно, это имеет место. это очень жалко и постепенно надо к этому прийти. Один положительный момент, я опять-таки надо и хочу подчеркнуть, что вы, может быть, заметили, что на днях офисом омбудсмана выступил с ряд предложений, которые касаются относительно как раз так называемой мною тройки, выступил с предложениями и отправил в парламент ряд предложений. Вот, уже положительный какой-то шаг сделан в это направление. Так что, вот, давайте всеми силами и с вашими, потому что это, конечно, ваша главная ответственность, ну, с помощью вот нашей организации, бдича с другими международными организациями. Вы знаете, что Европейский Союз уже принимал и финансировал ряд вопросов, связанных с избирательным процессом. Давайте вот продолжим эту работу, чтобы постепенно подойти к идеальным демократическим выборам. Мы все понимаем, опять-таки, что это из-за дня в день получится, но надо стремиться к этому и стремляться к этому еще раз, я подчеркиваю, это усилит, укрепит и стабильность, и, как сказать, справедливость и, в конце концов, процвета на вашей стране. Не надо забывать, что демокрация это ключевой момент для развития экономики. Здесь иногда как-то иначе получается, что давайте вот будем укреплять экономику и тогда в результате мы подвучим более такие демократические институты. Нет, 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 помните еще раз, как Густон Чорчилл говорил, демократический режим, демократическая система она самая худшая, самая худшая после других. Мы сами знаем, что нет идеала, но мы другого еще не не нашли. Господин Кличевский, спасибо большое за интервью и за очень такую откровенность, которая позволяет вам мандат. Спасибо вам большое. На этом мы завершаем нашу программу. Напомню, что в эфире была программа Эспрессо, совместный продукт издания Республики и телекомпании Next TV. До свидания. Продолжение следует...